Привет, ребята! Это Madcore и курс ConsolePaint.com И сегодня мы коснемся темы, о которой уже раньше говорили Если вы не видели предыдущие занятия, то можете найти его внизу поста Начните с него В нем я показываю технику работы Эта техника работает лишь в случае постоянной и частой практики Поэтому в этом видео мы поговорим о том, как практиковаться в этой технике Посмотрите, я создал несколько многогранных объектов в Google SketchUp Ничего особенного, обычные объекты Эти фигуры я скопирую в Photoshop и буду работать с ними В прошлом видео вы видели, как я пользовался плоской кистью В этом упражнении я буду пользоваться круглой кистью Но вообще вы можете пользоваться любой кистью по вашему собственному желанию Важно лишь одно, чтобы вам было удобно сглаживать грани между плоскостями объектов В этом упражнении я пользуюсь жесткой круглой кистью И нажим я уменьшил до 52% Итак, я создаю новый слой Выбираю оттенок и наношу ее на соседнюю плоскость Стирая отчетливые границы Чтобы стереть границы между двумя этими областями, мне нужно создать плавный переход цвета Итак, я наношу мягкие мазки одним цветом И затем выбираю оттенок с другой плоскости и рисую в противоположном направлении В итоге у меня получается плавный переход между двумя плоскостями Отметьте, что такой переход выглядит куда органичнее и естественнее, чем контурные объекты из Google SketchUp Вы сами решаете, как будут выглядеть ваши переходы Ну скажем, нужно более плавный переход на следующих областях Смотрите В этом случае лучше воспользоваться функцией распылитель Airbrush И тут я сделаю очень плавный переход оттенков Смотрите, я создал новый слой и работаю в той же самой технике Но результат у меня выходит более плавным Чтобы переход получился более плавным, мне нужно расширить область, на которую я наношу мазки И я даже добавлю немного светлых оттенков Вот я выбираю оттенок пипеткой Делаю его светлее и наношу на объект Теперь я объединяю слои и скрываю лишнюю краску, которая вышла за грани объекта Итак, перед вами трехмерная модель И этим она отличается от примера в предыдущем видео Иногда круги в трехмерных моделях представлены как многогранники с 10-12 сторонами Скорее всего, эти многогранники на вашем рисунке лишние Поэтому вам лучше удалить выступающие грани, используя ту же самую технику Смешиваю две соседние плоскости Может быть мне нужно, чтобы кромки были более плавными Поэтому я выбираю распылитель И добавлю немного светлого тона в тех местах, где свет попадает на кромку Затем давайте сотрем лишнюю краску Как вы видите, всего за пару минут мне удалось сделать угловатую жесткую конструкцию более плавной В каком-то смысле я работал как скульптор, придавая этой конструкции иную форму Но почти все оттенки, которые я наложил на объект, уже были в начальном рисунке Итак, рисунок с этими объектами вы сможете скачать в конце поста Скачайте и попробуйте сами выполнить это упражнение И кроме того, вы видели, что эти формы были созданы в SketchUp И если у вас тоже есть SketchUp, то сделайте свои собственные фигуры Эта техника смешивания очень важна Поэтому уделите ей достаточно практике Я желаю вам удачи, спасибо за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!